Здрасте, а пристёгивайтесь, забывайте. Нам надо быстро пристёгивать всё равно. И поэтому вторым рядом тоже без проблесковых можно парковаться, да? Потому что срочный вызов. Вот там. Давайте вас по базе данных проверим. А зачем? Если вы в розыске не находитесь. Ну, ориентировка что ли или что? Ну, есть ориентировка. На меня прям? На вас всех. На всех поступило? Ориентировка есть? Да, да. То, что в розыске? Да. Именно мы. Именно мы. Именно мы. Будете задерживать. Так, сотрудники ППС. Не хорошо. А можете делать замечание, чтобы пристёгивались в сотрудничество? Срочный вызов. Говорит, нужно быстро выйти. И поэтому можно пристёгивать. И поэтому вторым рядом тоже без проблесковых можно парковаться, да? На срочный вызов. Вот там. Лёх, на нас вызвали. Кто? Здравствуйте. Вы в розыске не находитесь? Нет, конечно. У вас документы есть? Обязательно. Давайте вас по базе данных проверим. А зачем? Если вы в розыске не находитесь. Ну, ориентировка, что ли? Ну, есть ориентировка. На меня прямо? На вас всех. На всех поступило? Нет. А от кого? Это уже информация наша. Я понял. То есть обязанность предоставить, да? Я думаю, как бы нету, да, в этом проблем? Нет никаких. Просто ориентировка, что ли, есть. Можете ознакомиться с ориентировкой? Вы же обязаны. Служебные книжки или что-то. А как же ограничить наши права? Ну, это требования, да, ваши? Да, у нас не ограничено права. Смотрите, вы требуете предъявить паспорт, да? Я вас прошу, пожалуйста. Я просьбы отказываю, допустим. Просьбы. Если не выполню, все. Вопросов нет. Выполняю вашу просьбу, требования, точнее, предъявляю паспорт, да, но буду обжал. Потому что непонятно, на каком основании. А вы еще не представились, нарушили закон о полиции? Можете представить? А зачем? Основания. Давайте всех людей проверять. Я езжу и всех проверяю, понимаете? Давайте тех проверим. Вы же не имеете права проверять без ориентировок. У вас есть ориентировка на меня? Ориентировка имеется? Ориентировка имеется? У меня все имеется. Давайте. Ну, давайте посмотрим. Да я вам ничего не обязан показывать. Когда ограничатся права, обязан. Я вам не ограничиваю ваши права. Как же, проверяйте паспорт, это уже ограничение прав. То есть вы требования допускаете. А можете представиться, пожалуйста? Вы не представили, кто потребовал? Палашов. Кого? Действия потом обжалуют. 43, 24. А вы будьте любезны? Старший сжен Калукин. Как? Калукин. Калукин. Документы предъявить? Ну, будьте любезны, да. Уже по документам. А что, есть ориентировка, товарищи? Не обязана ориентировка. Просто проверяйте. Да. А 13 статьи, они работают уже в законоподействии. Почему? 13, часть 1, быстро. Ну, там же должны ориентировки быть. Должны быть. Не обязаны. Мы вам предъявляем какие-то ориентировки. А что, сотрудник ушел в это время, да? Да это он вызвал. Он вызвал? Да. Ничего себе. Представляешь? Вот это, да. Просто, чтобы проверить человека на данный момент, в розыске он или нет, нужно просто проверить его документы и проверить его в розыске. Нет. А как я могу узнать, что вы в розыске находите? Ориентировка должна быть. Да не, почему? Ну, обязательно. То есть вы к каждому человеку можете проверить правила. Абсолютно. Я же его не задерживаю. Вот поэтому я ваши действия буду обжаловывать. Я определяю, выполняю и буду обжаловывать. Да, пожалуйста. Не дам. Пожалуйста, смотрите. Все, записали? Сейчас, сейчас. А должны быть ориентировки, обязательно. Вы к каждому не можете подойти человеку проверить. Нет, прямо к каждому. А давайте подойдем. Это незаконно. Я считаю. Я же это не придумал там от себя, понимаете. А давай я под 102 узнаю, есть ориентировка. Да зачем мы потом узнаем? Потому что просто так приехали, не знаю, почему к нам вот, почему именно нам вообще не пойти. Почему именно, нету, а есть. А что там интересно? Еще раз. Еще раз. А девушка не в розыске? Кто? Девушка. Слушай, я же предъявлял. Ну что же в розыске? Ну что ж. Что это? Все, посмотрели. Две секунды, паспорт. Не, паспорт посмотрели. Сейчас записываю. А еще раз. Ну видите у нас. А что ж такое-то? Что дают тело пользу. Вот так вот. Просто подъехали, получается, сотрудник ППС. И к нам почему-то, к троим. А вдруг вы в розыске? Интересно. Ну ладно, пусть проверяет. Раз имеет право. А мы потом будем обжаловать. Видишь, эвакуаторы так и не едут. Понятно. Алло. Ну что там, товарищ полицейский? А, ну если в розыске был? В розыске нет. Ну все, никаких проблем. Да, видите как. Безосновательно проверили. Почему безосновательно? Ну потому что будет жалоб подан. Давайте жалобу тогда сейчас. Да подавайте жалобу. Вы нас пугаете? Сейчас, значит, листочек доставайте. Вы пугаете? Нет. А жалобу можно испугать? Нам на нас же? Да. Нам на нас? Да. Зачем? Отказывайтесь. Почему отказывайтесь? Товарищ институт, а можно, пожалуйста, листик взять? Я жалоб подам на безосновательное. А, ну да, там подадим. Правильно. В ГУД сейчас зайдем и подам. Все правильно. Потому что приехали непонятные сотрудники, подошли. А что непонятно у нас? Ну, непонятно в том, что вы подошли к нам. Нет, вы сказали непонятно. Ну, расскажите, почему мы непонятные. Журналистам, вы подошли. Нет, ну вы скажите, почему мы непонятные. Непонятные, потому что вы в разрез с законом полиции. Подождите, непонятные, это что значит? Разрезан в разрез с законом полиции требуем. Я сосылаюсь на статью 13 закона полиции. Там должны быть основания. Вы сейчас просто безосновательно подошли к гражданам и проверили... А почему безоснования? Потому что не было у вас. Потому что там написано. Основания. Ориентировка. Нас направил дежурный сюда. Ориентировка. Вы слышите, я вам чего-то подождите. Можете не перебивать? Я же вас не перебивал. Ориентировка. Нарушение правил дорожного движения. Все? Адмистративных законодательств. Уголовного законодательства. Все? Да, все. Должно быть. Не наружеском. В розыске есть. Подозрения в совершении преступления. Административных правонарушений. Этого ничего не было. Все это, товарищ инспектор, не на розыске. Зачем-то вызвал сюда сотрудников ППС. Вы обязаны выполнить. Заявка, да, звучала о том, что... От кого? От дежурного. А почему от дежурного? Ленинского отдела полиции. Ленинского? А Ленинский, а как? Как? Переговариваются. Ленинский отдела полиции на территории Ленинского отдела. В 90-46. То есть от него поступила заявка сюда? Совершенно верно. Да. Вот это да, от дежурного. От дежурного. Что лица, возможно, находятся в розыске. Не так. А как? Подозрительные лица. И все. Да. А сотрудник ППС с нами был. Я должен приехать, отреагировать. А давайте сотрудника ППС проверим. А подозрительный в чем? Вам вопросов нет. А подозрительный в чем? То, что с камерой. Да потому что кто-то из людей звонит, я вам не могу сказать. А, кто-то из людей позвонил, и подозрительный лиц. А, теперь понятно. Да вот сотрудник ППС позвонил. Ну, можете тогда жалобу оставить, потому что, ну, незаконно это проверка документов. Так уж на меня жалуются. На вас. Вы же потребовали. Жалуйтесь высшестоящему руководству. То есть вы отказываетесь принимать жалобу, я правильно понимаю? Вы же жалуетесь высшестоящему руководству. Вы отказываетесь принимать жалобу? Просто скажите, отказываю. Мы вас можем, если вы хотите написать. Ну, да, на себя. Я сам в ГУВД зайду. Забудите. Вы отказываетесь просто скажите? Я жалобу писать, я отказываюсь. Не бойся. А вот ваш напарник будет писать жалобу на вас? Не будет тоже отказываться, да? То есть 736 приказ не для вас? Не для вас. А, не для вас. Это колокольца вообще ты сдал. То есть на колокольца плюете, да? Я понял. Колокольца вам не указ, да? Я понимаю. А президент Путин указ вам, нет? Ну понятно. Ну ладно, все хорошее. Посмотри, пристегнулись, уже здесь движение. А можете пристегнуть к ответственности движение без пристегнута ремня безопасности? Можете, пожалуйста, пристегнуть задним ходом? А можете и установить личность? Вот, смотрите, где у него ремень был. Только что двигался задним ходом, товарищ инспектор. Вот, водитель. Ой, водитель. Пристегнул. Вот так вот, ребята, что происходит. Интересно. Никаких эвакуаторов нету. Приехали только сотрудники ППС, якобы. Мы в розыске. Да вот, Алексей, Алексей, сотрудники ППС позвонили инспектору. Инспектор подошел и встретил. Я тебе говорю, серьезно. Да я тебе говорю, позвонили, он говорит, и так к нам едут. Ну, интересно, интересно. Ну, ладно. Вот так вот получилось, скажем. Странно. А мы же узнаем, кто это позвонил. А зачем нам не скажут? А? Нам не скажут. Сложная информация. Да, а что только не увидишь? Так, ну, все, друзья, эвакуаторов нету, никого нету, ППС уехали, инспектор уходит. Ну, вот, все стоило и ожидать, что никто так и не приедет. Как вы сказали, извините, главный управление, дежурный? Грушкин. Грушкин. А, наверное, мы с вами встречаемся, это Шамардин, моя фамилия. Ну, нет. По сотруднику ППС, будьте любезы, зарегистрируйте, пожалуйста. Номер, помнишь, что-то 0202-30-61. А, 023-61, а, сейчас. Непонятно. Хоть на что-то дозвониться, да, этого хорошего? Алло. Да, да. А вы принимаете, нет, я что-то не пойму ничего. Да, сейчас я занят. А, занят. В чем суть жалобы? Суть жалобы в том, что сотрудник ДПС якобы вызвал, от которого вы направили, который дежурил у ГУВД, якобы вызвал у Гавроша. Гаврош, какой адрес? Гаврош, посмотри, пожалуйста. Пушкинско-Островского. Пушкинско-Островского пересечения. Якобы вызвал эвакуаторы на второй ряд. У Гавроша ресторан. Ну, который вы, помните, вы которого, ну, как бы, попросили с нами пройти. Ну, ну. Вот. Якобы вызвал эвакуаторы, но на самом деле у нас есть подозрение, то, что вызвал он сотрудников ППС вместо эвакуатора, и ложно нам сказал, что сейчас эвакуатор ждите. И сразу же после того, как приехали сотрудники ППС, он сказал, что, ну, нет смысла, наверное, ждать больше эвакуатора. И пошел. А сотрудник ППС безосновательно проверили у нас документы. Якобы какая-то ориентировка, что мы в розыске. Прям два человека с камерой поступило. И не одна... Сотрудники ППС не могут проверить у вас документы? Безосновательно нет. А с чего взяли, что безосновательно? С ориентировкой не ознакомили то, что есть ориентировка, то, что мы в розыске. Пункт... Я просто находитесь на улице, сотрудник полиции может любого человека проверить документы. Ошибаетесь. Вот поэтому мы сейчас... Я оставлю жалобу, а потом буду через прокуратуру обжаловать в случае незаконного решения. У меня есть уже опыт подобных обжалований. И оставление жалоб за незаконную проверку документов. Не любой имеет право проверить. А только может проверить при наличии оснований, указанных в статье 13. Они только нас проверили. В статье 13 закона о полиции. Проверили только нас. И все, двоих. С камерами людей. Это чистая... Подстава. Подстава и, значит, неправомерные действия. Поэтому рассмотрите, какой номер ППС автомобиля. А потом я буду обжаловать через прокуратуру. Это беспредел, который у вас творится. На людей, которые наводят порядок, вызывают сотрудников ППС. Это как так? Может, можно... Вообще... Значит, расценивать. Какой А? А, 02. Записывайте номер, да, товарищ дежурный? Алло. Опять пропал куда-то. Вы куда-то пропадаете. Вы проверили ваши документы? Алло, да. Ну, вы плохо... Плохо вас слышно, да. Алло. Секунду, я записываю, завалю. А, просто где-то далеко находится. Не слышно. Скорее всего, сотрудник ДПС со своего телефона позвонил. Не знаю, кому там, Ленинскому, может, РОВД или ответственному. Позвонил. У нас есть такое подозрение. И вызвал сотрудников ППС. Вместо того, чтобы вызвать эвакуаторы. Прошу проверить, также были ли вызваны ему эвакуаторы или нет. Или это ложь, он нам говорил. Адрес, у которого это произошло. Адрес? Пушкинская, 36. Пушкинская, 36. Ресторан «Гаврош». И так и не прибыли эвакуаторы, кстати, вызванные им же. На второй ряд. После сотрудника ППС. Прошу вызвать эвакуаторы по данному адресу. Сотрудниками ДПС также. Потому что что-то творится у вас тут. Знаете, уже заигрались, по-моему, в игрушки какие-то непонятные. Одни не едут, другие вызывают на нас ППС. Это как так получается? Ну, значит, есть, наверное, основания. Какие? Какие основания? Вот я и просил основания назвать. Ориентировку он должен был показать. Или заявление гражданина. Ничего не было показано. Я спросил, приказ колокольца не для вас, жалобу хотел подать. Он говорит, не, не для меня. И уехал. Вот так он сказал. И президент не для вас. Закрыл дверь и уехал. То есть, зачем-то написали закон о полиции. Статью 5, пункт 7, где при ограничении прав обязаны ознакомить документально. Ознакомьте меня документально с ориентировкой. Есть ориентировка или нет на меня? Где ознакомиться можно с этой ориентировкой? Не подскажешь? В Ленинском отделе полиция. Ориентировка есть? Да, да. То, что в розыске? Да. Именно мы. Именно мы? Именно вы. А, я понял. А кто ориентировку-то это подал, не подскажете? Оба-два по городу Воронежа. Отдел полиции по городу Воронежа ориентировку? Да, да. Ничего себе. А, запутанная, да, какая-то история получается. Я бы на вашем месте подошел бы в Ленинское отделе полиции и не разобывался. Ну, понятно. Ну, там же проверили, ничего нету, все нормально, все хорошо. Алло. Да, да. Ну, вот, видите, как получается. Значит, незаконно ориентировку подают. Тут уже надо вынижать что-то. Хорошо. Ну, ладно, вы записали жалобу, да? Да, да, конечно. И в том, что есть добавить? Ну, все. Да нету пока ничего. А тогда скажите, а номер машин записали? Так, подождите. А они вам не представили данных сотрудников ФБС? Ну, есть, ну, понимаете, мне смотреть надо просто-напросто. Не могу сразу увидеть, потому что нужно камеру включить. 1236 по улице Пушкинская, все правильно? Ну, да, да, правильно. Правильно. Повторяйте, наверное, еще раз. А-02-30-61. 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 Спасибо. Скажите, пожалуйста, оттуда вот на привокзальную площадь вызвали? Конечно, обязательно. А, они должны там, да, уже работать? Ну, уже, наверное, да. Уже, да. Все, спасибо. До свидания. У вас там ВП номер 2 есть? Не знаю. Так, ну, друзья, вызывали инспекторов ДПС по данному адресу. Вот. Значит, был инспектор, эвакуировали один автомобиль с вот этого вот места. И уехали. Конструкции. Посторонние предметы. Потом написали жалобы. Написали жалобы в ГУД на бездействие сотрудников ДПС в данном месте, в данном районе. Вот. Дежурный ГУД якобы направил сюда экипаж ДПС. Ну, как видим, массовое нарушение на вокзале. Привокзальная площадь. Время. Добрый вечер. Добрый вечер. Препередительно. Половина седьмого. Время. Время. И как видим, знак 3-1. Тирпич. И вот они, значит, нарушители стоят. Получается, что дежурный ГУД нас обманул. Вот они, нарушители. Куча нарушений. Но инспектора не замечают. Бездельничают. Не хотят работать. Вот они. Вот еще заезжают под кирпич автомобиля. Вот там знак кирпич. Вот они автомобиля заезжают. Спокойно паркуются. Так, ну что, Алексей, все, будем уезжать. Сейчас в ГУД позвоню, жалобу оставлю и все. Так, сейчас Алексею позвонят в ГУД, оставят жалобу. Зафиксировать. Сейчас, да, зафиксировать. На то, что никто так и не приехал. Хотя говорил, что приедут. Да, дежурный, получается, обманул. Непонятно. Почему он не приехал? Так, Алексей звонит в ГУД. Какой там номер? Звоню в ГУД. На тот номер, на который я дозвонился, оставляю. Так, сейчас будем пробовать. Дозвонится ли Алексей или нет. Да, вот пока звоню. Только получалось, находясь рядом с ГУДД, зазвониться. В остальных случаях пока что-то не очень получается у ней. Вот, нарушение пока продолжается по данному адресу. Массовый. Ну, опять не отвечает ГУДД. Опять молчит. Ну, будем звонить. Сейчас, может быть, дозвонюсь. Если 40, то 34,2. Да. Пока вот так, бесполезно. Вот такое, друзья, устроили небольшое представление. Сегодня нам все МВД, можно сказать, города Ростова-на-Дону. Саботирует, по моему мнению. Выполняет своих обязанностей, инспекторы ГИБДД. В целом, непонятные ориентировки возникают. И, ну, наблюдается бездействие пока на данный момент. Сейчас вот на сегодняшний день полное бездействие. Да, да, сейчас вставляю жалобу. Что там было, а что здесь. Абсолютно. Такое ощущение, что делать все умышленно. Вот здесь находится Ростов-главный вокзал. Железнодорожный вокзал. Ростов-главный вокзал. Ростов-главный вокзал. Ну, а я продолжаю звонить. Никак не могу дозвониться. Вот уже сбрасывается номер через 01. Звоню, на который они якобы все время отвечают. Я не могу никак дозвониться. Твой же завершен. Глянь уже, что начинается. А попробуй позвони со своего, Андрей, телефона. Попробуй позвонить со своего телефона. Со своего? Ну, да. Может, получишь со своего. Здесь парковка разве? Нет. Последительная полоса. Так, 249-34-01. Так, звоним. Конечно. Это не 12-14. Пронятность пошли, это две полосы. Никак не могу дозвониться. Продолжаю звонить. Тут и так подновок нету. Ростов-главный. Попробуй со своего. Может, получится. У меня опять не проходит. Экран разбитый, но номер видно. А, на, на. Дозвонился? Да. Алло. Алло. Ром, кто включил? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я обращал многократно, вернее, извините, я обращение оставлял многократно сегодня. Шамардин, моя фамилия. По поводу привокзальная площадь 1-2. Мне вот дежурный сообщил, что приедут инспекторы ДПС и наведут порядок. Но никто так и не приехал. А я с тобой, по-моему, не разговариваю. Да, сейчас разберем. Да, можете жалобу принять на бездействие. Да, да. Не знаю, кого дежурного или инспекторы ДПС. Там, ну что, саботаж какой-то. В чистом виде, по-моему, выполнился твои догадки. А он сказал, что они приедут и обязательно разберутся. Здесь ситуация, минус, в Москве, в КГД. Это что, он и был? Обращение. Но никто так и не приехал. Алексей, это что, он и был дежурный. Алло. Хорошо. Это что, он и был дежурный? Это нет, другой был. Так, ну мы, конечно, ждать не будем здесь никого. Потому что, ну, уже, в принципе, непонятно, сколько ждать. Мы показали, бездействие, все, пусть занимаются инспекторы. Будем жалобы писать. Придем еще на рейд с утра, чтобы здесь был, либо там, пусть успел, либо установили оградительные элементы. А пока что видим знак 3-1. Замечательный. Ну, а пока на этом заканчиваем. Все, на этом и заканчиваем. Всем до скорой встречи. Алло. Да. А не подскажете, это Шамардин, моя фамилия. Удалось разобраться, а то... Вы идут? Ну, как, сколько едут? Они целый день едут. В пяти местах отрабатывают. В пяти местах отрабатывают прямо во всех. Сейчас на привокзальную приезжаю. А, сейчас на привокзальную, да? Просто сказали, вроде уже приехать должны были давно сюда. Пять минут осталось и к нам, да? А, все. Спасибо, ждем. Алло. Алло. А вы сказали, что через пять минут выдвигается сюда, вот, на привокзальную площадь. Уже прошло времени. Минут пятнадцать. Что? Поехали. Поехали уже? А у них же пересменок вроде сейчас с семи до восьми. А? Нет такого? Ну, вроде бы так говорят инспекторы сами, которые приезжали неоднократно. Нет такого, да? Алло. Да, до восьми работают. А, понял. То есть с восьми пересменок, да? А, все, понятно. То есть поехали, да? Все, спасибо, хорошо. С восьми пересменок. Ну, ладно, ждем. С девятнадцать, где стоят? Так, звоним. Зафиксируй номер. На который ты звонил? Нет. Есть. Звони, да? Ну, да. Так, звоним. Все. Проси, где вы есть. У нас не видно. На каком машине номер? Алло. А подскажите, мы вот стоим на этом, ну, возле заправки, а где вы? Ну, так мы вас не можем найти, где вы, где вы, где вы, где вы? Ну, возле самой заправки. А на какой машине? А вы на какой машине? А вы на какой машине? На номерах какой машины? Какая машина? Автомобиль. Трубку повесил. Алло. Алло. Отъехал, вот заправка. А вот заправка. Да, я вас не вижу. Ну, вы не увидели. ГИБДД машину не видно. Ну, ГИБДД машину не видно. ГИБДД сейчас подъедет, да? Да, потом напоставаешь. А, так нам не патрульно подставай, нам ГИБДД надо. ГИБДД просто направил для уточнений. Нет, скажи, нужно ГИБДД с эвакуаторами. Нет, нам ГИБДД нужно с эвакуаторами. Нам ППС не надо. Там нарушение ПДД. Там нарушение ПДД. А что там, под знак? Ну, там машины, да, под знак при один кирпич заезжают. Ну, давайте вы мне покажете, чтобы я хотя бы дежурному сказал. Нет, нам нужна ДПС, нам не ППС. Я понял. Почему ППС направили, скажи, а где ДПС? Алло, скажите, сотрудников ДПС вызывали на прилокзальную площадь 1-2. Почему нам ППС направляют? Сейчас и ППС подъедет, подъедет на ГИБДД. Да к нам не ППС нужно, а ДПС. И ДПС, и ППС будут все это направлены. Так а зачем нам ППС, нам ДПС? Послушайте меня, я вам всех направлю. Всех направлю. Не надо. Не, не надо нам всех. Нам нужна ДПС. Пусть люди работают с ППС, а нам ДПС надо. Зачем отвлекать людей? Зачем отвлекать людей? Ну, вы разберитесь, направьте нам экипаж ДПС. Все, мы разберемся, спасибо. До свидания. Все ясно. Алло, девушка, я бы хотел жалобу оставить, можно? На кого? Ну, мы вызывали экипаж ДПС на прилокзальную площадь 1-1. Сотрудник дежурной части ГБДД, ой, этого, ГВД, отвлекает сотрудников ППС и направляет нам их. Хотели... Что значит? Отвлекает людей? Ну, отвлекает от работы, от службы сотрудников ППС и направляет к нам. Они нам звонят и говорят, чтобы мы якобы к ним подошли. Зачем-то, непонятно, а? Куда подошли? Ну, к ним. К кому к ним? К сотрудникам ППС. Да, мы говорим, я вызывал сотрудников ДПС, не ППС. А им направляют ППС. Кто именно направляет? Ну, сотрудник ГВД направил к нам ППС, говорит, все службы к нам будут ездить. Зачем все это? Зачем-то все службы к нам направляют. Отвлекают сотрудников. Там, может, какое-нибудь преступление будет. А они отвлекают к нам. Жалобу. То есть ДПС не вызывают? Мы звонили в ГВД, дежурный сказал, что к нам все едут. Ожидайте, пожалуйста. Спасибо. Позвони по ППСникам, спроси, зачем мой вам нужный? Проси. Цель какая? Если там никакого преступления, ничего не совершено. Да. Цель какая, смотри. Есть номер. Сейчас посмотрим. Ага, есть. Здравствуйте, здравствуйте. Алло. Алло. А скажите, а зачем вас к нам направляли? Если не... Ну, потому что, чтобы подтвердить информацию, действительно, есть ли, ну, машины заезжают по знаку. Так есть, там сотрудники ДПС приезжали. Я дежурному все объяснил. Он на ГАИ направил с эвакуаторами. А вот мы их ждем, пока они приедут, мы сразу уедем. Ага, все, спасибо. Да, спасибо. Алло, а скажите, когда сотрудники ДПС подъедут? Мы стоим, ждем, ждем, а никого нет. Я понимаю, но мы уже просто миллион раз позвонили, сказали, едут и едут. Ну, только я не знаю, зачем вы сотрудников ДПС отвлекаете от службы. Ну, там есть, кого и направляем. Ну, там, может, где преступление, а вы занимаетесь, не знаю, чем. Направляете. Побеседуйте с сотрудниками ДПС пока. А зачем нам сотрудники ДПС, если нарушение ПДД, сотрудники ДПС должны пресекать? Ребята, следите. Мы уже миллион раз нам позвонили, а они едут. Ну, сколько ждать? Вы говорили, пять минут ждать. У меня нет системы вжима. Ну, а зачем вы направляете тогда другие службы? Жалобу тогда примите. Очередную? Да. На дежурного жалоба. На дежурного. На какого? На вас. Ну, на вас. На вас, а на себя я не могу принять жалобу. Пусть другой примет. Начальник дежурной части. Начальник дежурной части здесь постоянно не находится. Ну, хорошо. Другой сотрудник. Ну, другой сотрудник есть, который может принять жалобу. Зачем? А смысл на меня жалобу писать? Я такой же сотрудник, как и все. Напишите жалобу на дежурного ЛГБД. Ну, вы отвлекаете от службы сотрудников ППС, которые должны пресекать преступления. Второй раз уже. Вызывайте на нас сотрудников ППС. Кто в розыск объявляете? А? Мы в розыск никого не объявляем. Ну, как не объявляете? А кто это тогда объявлял? Жалобу. Все? Звони еще. Алло. Звони, жалобу оставь. Алло. Алло. Звони, звони, жалобу на него оставление. Алло. Я вот так занимаюсь. Телефон нам не может пробить. Да, жалобу примите. Ну, принимайте. Можно громче говорить? Ну, тоже громче говорить. У вас не слышат. Я нормально говорю. На сотрудника дежурной части жалобу примите. Да, я слышал. ГУД. Что направляет, без причина направляет сотрудников ППС. Отвлекает их от службы, которые реально занимаются, пресекают нарушения, преступления. А их направляют попросту к вам. С какой целью? Как вас зовут? Воротников. Андрей Валерьевич. Индрес не оставляй, но я настафер, где я могу. Я выгляжу. Сделал уже. Я не буду оставать, не помню. Все, достаточно. Смотри. Смотри. Согляю. Скажи, с какой целью ППС. Попросту. Зачем отвлекать? Надо этого не делать, срочно. Что за резко дело? Зачем они там уже в России находятся? Что они не знают? С аргументом. Ах, дайся. Жалобная. Составляют тоже, что делали. Не ту службу вызывают. Где вы находитесь? Мы находимся. Ждем. Ждем на заправке. Ждем на заправке сотрудников ДПС. Сейчас подъедет сотрудник участкового полномочия, до вас опросит по вашей жалобой. Ну, нам не надо. Не буду давать объяснение. Не буду давать объяснение. Что вы не будете давать? Я отказываюсь давать объяснение. Воспользуюсь 51-й статьей. Воротников, как вас? Андрей Валерьевич. А где-то по-разпросить. Ждем с утра. Что вы там за суфлер? А? Что вы там за суфлер? Вы сами не можете разговаривать? Могу. Ну, тогда зачем? Я там за представитель мой. Представитель мой. Адвокат? Да. С самого утра ждем сотрудников ДПС. Число месяцев оттождения? 51-е. Что 51-е? Статья. В отказе представится? Ну да. Это сообщение анонимное? Опасаюсь. Это не анонимное. Тогда представляйтесь. Ну, фамилия, имя, отчество достаточно. Нет, недостаточно. Ну, достаточно. Я тогда считаю это сообщение анонимным. Будет проводиться проверка. Хорошо. А для чего? Алло. Алло. ГАИ подъехала. Ориентировочно, куда машину направить? Куда машину направлять? Скажи, между знаками, где знаки? Ну, между знаками, где знаки 3-1. Это где заправка Лукойл. За заправкой. Ну, давайте ГАИ подъедет на мигалках. Подойдите сами, покажем тебя инспекторам. Хорошо? Ага. Скажи, между заправкой и паровозом? Ну, между заправкой там и паровозом. Ну, там видно будет. Там уже был днем экипаж. Где знаки? Где знаки кирпичи. Ну, вы там находитесь или нет? Мы сейчас подойдем. Хорошо. Да, вот. А вы где? Ну, едем. Вы где находите? Ну, недалеко. Ну, подойдите сюда. Зачем? Зачем? В заправке Лукойл подойдите к патрульному автаму Милю. Ну, пусть сотрудники ДПС выявляют нарушения, привлекают нарушителей к административной территории. Мы заняты сейчас. Вы где находите? Давайте мы к вам подъедем. Мы пока заняты. Мы не сможем. Где вы стоите? Сейчас подъеду к вам. Ну, какая разница? А кто вас направил? ГУД, да? Это не имеет значения. Вы где находите? Вы будете... Ну, это имеет значение. Кто вас направил? ГУД или кто? Да, вам какая разница? Ну, потому что сотрудники отвлекают вас от службы. Реально, там где-то может преступление, а вас сюда присылают. Вы не задумывались? Скажи нарушения. Вы можете сюда к патрульному автаму? Нарушение ПДД? Мы заняты сейчас. Мы пока заняты. Чем вы заняты? Ну, пока мы заняты, работай.